доброго времени суток дорогие друзья с вами на связи александр ривер вот и я сегодня знаете хотел поговорить на такую тему что ну приободрить людей которые любят господа которые доверяют ему и которые хотят быть употребляемым богом аллилуйя и я прочел однажды ну там статью одну про одного миссионера ну как бы хорошая статья очень драгоценный брат вот этот миссионер и редакторы который писал эту статью написал такую фразу что могут вот человек вот тут такой-то миссионер дает он полностью себя посвятил богу имея ввиду то что человек вот уехал в кению да то есть жить там ну проповеду и это потрясающе но это не в противовес ну это ни в коем случае не к не против этого брата а просто к тому что получается что мы те кто живем как бы да ну в городах их нормальных мы как бы не посвященную то есть ну как бы так многие кстати думают что если мол ты живешь вот у тебя там работа обычно дата там чем-то занимаешься уходишь в церковь то это как бы еще не полное посвящение а вот если бы ты поехал куда-то да вот ну и продал бы свою там душу испытанием то вот это уже стопроцентное посвящение богу на самом деле друзья это это далеко далеко от истины я хочу вас приободрить потому что вы должны понимать что есть но посвящение господа она заключается не в том что вы ну там допустим посвящайте себя на сто процентов там какому-то служению на самом деле если вы делаете то что вам бог говорит это и есть стопроцентное посвящение богу и если вам бог говорит сегодня жить вот в том городе где вы живете ходить на ту работу которую которую вы работаете это стопроцентное посвящение богу если вы так делаете и посвящение богу она не имеет географических каких-то там ну критериев или допустим там ну там если вы богатый человек да и вы бизнесмен да и то это не значит что вы не посвящены богу наоборот если бог вам говорит это делать да то это сто процентов посвящение богу и я хочу сказать что ну бизнесмен вы да или вы только недавно там допустим у вас вообще там ну к примеру нет финансов да не зависит от того где вы находитесь и что вы имеете бог не призвал нас жить богатой или бедной жизнью бог призвал нас доверять ему и если вы допустим являетесь там предпринимателем да то многие верующие они считают что вот но этого брата так он как минимум в одной сфере он там защищен да ему не надо как бы финансов но это на самом деле не так потому что если твои личные нужды покрыты да то это не означает что ты не нуждаешься в боге не нуждаешься финансов не нуждаешься в чуде нет ни одного человека на планете которому бог ну позволил ну как бы которому бог бы дал бы право жить не доверяя богу да и я хочу сказать что ну допустим я хочу жить допустим ну как бы да ну примеру да я хочу жить там в нью-йорке на манхэттене в пентхаусе да и и это не значит что если я там буду жить да если бог меня благословит то это не значит что я фу ну все короче можно же ну как минимум я уже как бы финансово защищен но это неправда потому что но бог он верный они когда но он хочет чтобы вы за полностью на сто процентов зависели от него и я знаю некоторых бизнесменов которые ну следуют за го за господом это ли реально люди веры у них такие вызовы друзья куда их бог ведет что некоторым из нас даже не снилось такое вот и порой кажется что дам может быть где-то полегче будет да но я так скажу в кении вы находитесь миссионера миссионера да или вы живете живете там в дубае там в бурж-калифе это неважно если вы послушны богу да если бог вас туда привел то это стопроцентное посвящение богу и нету такого что воли божьей одни люди могут быть вот и более исполнительным да вот есть воля божья такая вот более воля прям вот ну вот прям супер да а другие люди которые у них можно сказать социально-бытовые условия полегче да то вот они как бы у них они еще и мол не страдали это неправда друзья потому что бог нас там с наташа он вводил такие места где ногу других смотрели нас и они думали что мы вот вообще типа ну такие вот ну мол мирские что мы вот у нас там деньги там и так далее да что мол мы не посвященные но они же не знали что у нас внутри происходит да что на бог говорит как он обращается что мы чувствуем под каким давлением мы находимся и видит бог я бы не хотел этого проходить да не странно то что у нас тот момент были деньги но это бог нас туда послал да написано что дух повел иисуса в пустыню и я вам скажу что пустыне бывают разные это вовсе не значит что в пустыне у вас там может быть там нибудь денег пустыне это вовсе она не обозначает что вы что-то имеете или не иметь это просто говорит о том что вам нужно доверять богу аминь друзья поэтому я приободряю вас мой друг если вы живете и работаете до ходите в церковь и вы знаете что вы на своем месте вы посвящены богу на сто процентов аминь